Курганская область Осуществляем мы также как диагностические, просмотр цитологических препаратов, так и участвуем в скрининге рака шейки матки. С 2017 года внедрили метод жидкостной цитологии и сейчас очень даже рады, что у нас этот метод существует. Есть у нас большие наработки, даже у меня есть годовые отчеты по сравнению с традицией жидкостной цитологии и в разрезе даже со сверкой гистологических исследований. Так как у нас рядом располагается гистологическая лаборатория, мы каждый год, ежегодно делаем сверку наших анализов с гистологией. И заинтересовала меня такая тема, как АТП и железистые эпители. И решила я немножко как бы углубиться в эту тему. Очень много материала пришлось мне, конечно, прочитать, поискать. И, ну вот, повезло мне с помощью Гульнары Италина. Она все-таки предложила мне участвовать в этом конгрессе. Это очень большая честь для меня. Мой доклад называется «Структура железистых поражений при скрининге рака шейки матки в Курганской области». Хочу начать свою презентацию с цитаты из большого шведского популяционного когортного исследования 2017 года. Автор Ингрид Норман, которая проводилась с 2014 года по 2016 год. Цитологическое исследование соскоба шейки матки – это прежде всего скрининг-тест на плоскоклеточные интерпретариальные поражения и плоскоклеточный рак. Чувствительность к железистым поражениям более вариабельна из-за проблем с отбором проб и их интерпретации, а также потому, что железистые поражения встречаются реже, менее четко определены и могут также исключать доброкачественные состояния. ВОЗ в 2020 году выпустила пятое издание «Опухоль женских половых органов» с измененной классификацией железистых поражений. Что сейчас включает эта классификация? Аденокарцинома ВПЧ-ассоциированная и аденокарцинома ВПЧ-независимая. К аденокарциноме ВПЧ-ассоциированной относится аденокарцинома in situ, морфологический вариант SMILE. Это аббревиатура с английского – многослойное муцинопродуцирующее интерпретариальное поражение. И аденокарцинома ВПЧ-независимая. К ним относятся аденокарцинома in situ, желудочный фенотип, светлоклеточный фенотип и мезонефральные карциномы. Также атипическая дольковая эндоцеррикальная железистая гиперплазия. Имеются также в классификации доброкачественные опухолеподобные поражения железистой петели. Зачитывать их вам я не буду, вы можете их сами прочитать. Я быстро, да, перевернула? Хотелось немножко истории. В 1988 году, когда была введена классификация системы Бетезда, создали диагностическую категорию атипичных железистых клеток неопределенного значения – АГУС. В 2001 году, когда был проведен второй обзор системы Бетезда, термин АГУС был заменен атипичными железистыми клетками – AGC. Почему изменили все-таки эту терминологию? Так как АГУС очень часто путали с АСКУС – атипические изменения плоского эпителия. Но АТП из железистого эпителия – все-таки такая категория, которая определялась как клетки с ядерными изменениями, которые превышают реактивные или репаративные процессы и не проявляют анаплазию, характерную для аденокарцинома институ. А что же теперь в 2014 году была принята новая классификация по железистым поражениям? К ней относятся АТП железистой эпителия, АТП эндоцервикального высокого цилиндрического эпителия, атипичные железистые клетки, эндоцервикальные, эндометриальные или неопределенные, нос. Вторая группа – атипичные железистые клетки, похожие на неопластические, это эндоцервикальные, эндометриальные или неопластические ФН. Третья – эндоцервикальная аденокарцинома институ, АИС. И четвертая – аденокарцинома. И было дополнение в 2015 году, как другое, эндометриальные клетки у женщин старше 40-45 лет, надо обязательно отмечать, если находишь их в препарате. Третья – применение современных цервикальных щеток. Хотелось бы рассказать немного о цервикальном канале, который покрытся электрическими эпителиями. Имеет целый ряд продольных складок, которые создают многочисленные ложные железы или крипты глубиной от 1-2 до 12 мм. Эктопированная часть также имеет многочисленные ворсинки и складки крипты. ЭДЖСИ любой степени редко выявляется макроскопически и почти никогда не обнаруживается при кольпоскопии, что обусловлено глубоким расположением и локализацией в цервикальном канале. Мы уже об этом в течение дня слышали, много докладов было по этому поводу. Нередко поверхностные плоские эпители не изменены, а в процесс вовлечены только крипты. И в связи с внедрением специальной цитощетки Ровисцер Исбраш со съемным наконечником и метода жидкостной цитологии, произошло увеличение выявляемости патологии железистым эпителем в мире. Щетками Ровисцер Исбраш мягкими мы тоже пробовали работать. Примерно 500 исследований у нас было проведено. Но мы решили от них отказаться, так как в эпителии в основном присутствовал плоский эпителий, что нас естественно не устраивало. И мы решили от них отказаться и не использовать в нашем скрининге, так как мы не получали эпителий цервикального канала. Нужно эти щетки все-таки использовать у женщин сатризией цервикального канала или у беременных. Желательно. Ряд исследований исследовательно настаивают, что трубная метаплазия и гиперплазия незаращенных остатков мезонефроса являются облигатным предраком и подлежат хирургическому лечению. Трубная метаплазия является для цитологов определенной сложностью. Хочу представить вашему вниманию случай. Рутинный скрининг. Женщина 1974 года рождения. Заключение по системе Бетезда 2014. AGC. Что мы видим? Пласт клеток железного эпителия с увеличенными ядрами в 2-3 раза. Ядро разного размера. Хаотично расположены и наслаиваются друг на друга. Утолщенная ядерная мембрана. Нарушение стратификации. Следующий слайд показывает... Мы видим трехмерную структуру. Трехмерность говорит прежде всего в пользу недоброкачественного процесса, напоминающего железу. Нарушение ядерно-цитоплазматического соотношения. Также разный размер форма ядер. Анизохромение. Неровный ядерный контур. Это увлечение 63. Последний слайд. Группа клеток. По нижнему краю мы видим ресничную каемку, что говорит в пользу доброкачественности. И последующая биопсия все-таки показала, что это трубная метаплазия. То есть надо быть очень осторожным. При обнаружении в цитологическом препарате AGC надо иметь в виду, что это при последующем гистологическом исследовании может быть H-силл. Плоскоклеточный рак, аденокарцинома инситу или аденокарцинома эндометрия. АТП железистого эпителия, обнаруженная при скрининге рака шейки матки, связана с риском его развития в течение 15 лет. В более тяжелую патологию даже аденокарциному среди женщин в возрасте 30-39 лет. На слайде я представила две фотографии в сравнении. Это взятые фотографии из презентации доктора Джариля Халили. Мы были на тренинге в Бельгии. Он обучал просмотру препаратов жидкостной цитологии. И что мы видим? Вроде бы на той и на другой фотографии увеличение ядер, неправильный ядерный контур, наличие ядрышек, грубая текстура хроматина, потеря полярности. Но все-таки чем же отличается аденокарцинома ин-ситу? То есть на верхнем слайде это АТП железистого эпителия. На нижней фотографии это аденокарцинома ин-ситу. Мы все-таки видим, что встречаются методические фигуры, апоптозные тельца. Также можем какие-то видеть клубки эпителия или сосочковые структуры с нежной фибровоскулярной стромой. Цитолог должен быть в этом отношении очень грамотным и опытным. Перейдем к организации скрининга в Курганской области. С 2017 года действует региональная программа скрининга в рамках диспансеризации взрослого населения. Каждые три года обследуются все женщины в возрасте 25-60 лет. Также существует приказ местный 881-й по отдельных вопросах скрининговых исследований по раннему выявлению ЗНО шейки матки с применением метода жидкостной цитологии. Цель исследования. Изучить структурные особенности фоновых и предраковых изменений железистого эпителия с помощью метода жидкостной цитологии. Бедишу ПАВ при проведении цервикального скрининга. Материалы и методы исследования. С 2019 года по 2021 год был получен и проанализирован цитологический материал из 30 медицинских учреждений районов и города Курганской области. Возраст обследуемых составил от 25 до 60 лет. Возрастная медиана 35 лет. Возрастные группы 25-29, 30-39, 40-49, 50-60 лет. Было обследовано 25 тысяч женщин. Осуществлялись в формате скрининга, то есть обследовались условно здоровые женщины. Клеточный материал для жидкостной цитологии получали с помощью стандартной цитощетки сервис-браш-роверс. Комбиобразец помещали в контейнер с целью дальнейшего приготовления монослойного препарата. Цитологическое исследование проводилось на микроскопе ЦЕЙС. Цитограммы интерпретировали согласно общепринятым критериям оценки препаратов в соответствии с классификацией БТЗ 2014 года. Почему я выбрала такой возрастной диапазон? По аналогии с общенациональным когортным исследованием в Швеции. Риск инвазивного рака после обнаружения атипичных железистых клеток в цервикальном канале 2016 года. Автор Янрон Кванг. Обследовали 3 миллиона 54 тысячи женщин с 1980 года по 2011 год. Я решила попробовать на базе нашей лаборатории, что же получится. Сделала отбор цервикальных проб с такими доброкачественными изменениями, как цервицит, гиперплазия железистой эпителия, трубная метаплазия в сочетании с плоскоклеточными поражениями, АСКУС, ЛСИЛ, ИЧСИЛ. И посмотреть, что же получилось. Какие результаты будут у нас в Курганской области. Согласно исследованию этих групп, обнаружилась следующая зависимость. Высокие показатели определялись в таких группах, как 30-39 лет и 40-49 лет. Такие же показатели в следующей группе. И в третьей группе с трубной метаплазией в сочетании с АТП и плосковой эпителия выявлялась та же закономерность. Наиболее высокие все же оказались в группе 30-39 лет. И последняя группа включает в себя чистоту поражений АТП и железистой эпителии в сочетании с поражениями плоского эпителия, которая также достигла своего пика в возрасте 30-39 лет. На этом графике очень хорошо видно, что все-таки большая часть выявленных ИЧСИ ассоциируется с более тяжелой интерапителиальной патологией. Что я уже говорила раньше, что обнаруженный пейский инвирак шейки матки ИЧСИ связан с риском его развития в течение 15 лет в более тяжелую патологию, даже аденокарциному. Есть очень хорошая обзорная статья бразильских авторов на сайте Ассоциации медицинских работников Бразилии. Этот обзор с 2011 года Джулиана Педроса посредством анализа ссылок было выявлено 19 статей. Количество ацетологических анализов в СОИГСИ встречалось с чистотой от 0,1% до 2,1%. Только в одной публикации была более высокая чистота 6%. На диаграмме хорошо видно, что процент ИЧСИ, по нашим данным, получилось 3%. Что немного превышает данные зарубежные, но в принципе мы неплохо укладываемся в этот процент. Это среди железистых поражений, которые я выбрала. Среди доброкачественных образований наиболее частыми в анамнезе были цервицит, андоцервикальные, эндометриальные полипы, трубная метаплазия, гиперплазия, эндометрия и левиуме шейки матки. У значительной части женщин не было проведено гистологическое исследование. Из 112 случаев выявлено цитологическое ИЧСИ, у 22 пациенток выполнено гистологическое исследование по конусовидной эксцезии. 1% высокодифференцированной аденокарциномы, 1% случаев рака яичников, 12 случаев ИЧСИЛ, из них 2 случаев плоскоклеточного рака инситу, 4% случаев низкодифференцированный плоскоклеточный рак, 2% случаев эндоцервикс с обычного строения, очаги воспаления и по одному случаю на ботовую кисту, соживающий эндоцервикоз. Вернемся к обзорной статье. Наши данные такие, что фактически 55% у нас тяжелая дисплазия, низкодифференцированный плоскоклеточный рак 18% и высокодифференцированный 4%, рак яичника 4%. То есть от 4% до 18% у нас выявляются инвазивные раки. В обзорной статье было указано, что от 9% до 38% женщин имеют АГСИ, плюс значительное поражение ЦН2, ЦН3, аденокарциномы инситу. И от 3% до 17% имеют инвазивные карциномы. Наиболее часто в анамнезе у женщин были использованы ВМС, лечение сопутствующей патологии препаратами, содержащими гормоны аденомиоз и беременность. Вывод. Относительно высокая частота выявления злокачественных новообразований, связанных с АГСИ, подчеркивает важность соблюдения алгоритмов ведения, ранее интенсивное использование нескольких методов тестирования. Консенсусные рекомендации общества кальпоскопистов 2021 года по результатам цитологии заключением АГСИ включают кальпоскопию, эндоцервикальный отбор проб и анализ на ВПЧ высокого канцерогенного риска. Тест на ВПЧ не входит в обязательную скрининговую программу, что нарушает алгоритм обследования женщин. Высокие прогностические значения поражений шейки матки для лечения ВПЧ положительной АГСИ указывают на то, что необходимо соблюдать клинический алгоритм лечения, минимизирующий риск потери при последующем наблюдении. Мы также считаем, что необходимо внедрение ВПЧ-тестирования в онкологическом диспансере и внесение этой услуги в региональный ФОМС. Алгоритм обследования и ведения пациенток с патологией шейки матки выявлено при скрининговом исследовании. При обнаружении АГСИ первое – ВПЧ-тестирование, кальпоскопия, выскабливание цервикального канала, биопсия эндометрия у женщин старше 35 лет. При обнаружении аденокарцинома ин-ситу, ВПЧ-тестирование, кальпоскопия, коанизация шейки матки с последующим выскабливанием цервикального канала и биопсия эндометрия у женщин старше 35 лет. Клинический случай. Женщина 1976 года рождения, заключение по системе БТСД 2014 года АГСИ, ФН, единичные картины метозов, наслоение ядер друг на друга, неровность контура ядерного, хроматин, соль, перец, а вокруг геммализат крови. С телочкой у меня указан метоз, единичные метозы. Следующий слайд. Это из женщины препарат. Нарушение стратификации, высокое ядерно-цитоплазматическое соотношение, вытянутые ядра по форме напоминающие сигару, сигарообразные, так же, как называют, ресничные выросты, цитоплазмы. То есть в том же пласте мы обнаруживаем признаки трубной метоплазии, о чем я и говорила раньше, что это может быть как сочетание или как даже из трубной метоплазии. Ну, есть такие доклады и работы. То есть трубная метоплазия, как предшественника данной карциномы. И лизированная кровь. Еще один слайд этого препарата. Это плоскоплосковая эпителия с увеличенными ядрами, но сохраненное ядерно-цитоплазматическое соотношение. Также железистые поражения очень часто сочетаются с плоскими поражениями. Есть хорошая монография Юлии Юрьевны Андреевой, которая приводит данные, что не менее 50% имеют место в смешанные поражения, такие как железистые плоскоклеточные. Данные обследования. Женщина 1976 года. Препарат приготовлен методом жидкостной цитологии. Заключение по БТСД АГСФН. Направлено в ГБУ Курганский областной онкологический диспансер на дообследование. Данные УЗИ малого таза. Вымая с полости матки. Шейка матки гипертрофирована. По передней стенке объемное патологическое образование. 36 на 25 на 45 миллиметров. Данные МРТ. Тумор шейки матки. Тазовая лимфоденопатия. Т2Н0Н0. Взято биопсия. Высокодифференцированная аденокарцинома шейки матки. Проведено радикальное лечение. Выводы. С целью повышения эффективности диагностики предраковых поражений шейки матки рекомендуется цитологическое исследование и выпече тестирования осуществлять на базе единого жидкостного образца. Мониторинг и динамическое наблюдение целесообразно проводить в одном и том же учреждении или кабинетах патологии шейки матки. Обязательное оснащение современным оборудованием и квалифицированным персоналом. Цифровизация. Особое внимание. Подготовка гинекологов-цитологов, гинекологов-кольпоскопистов и других в соответствии с международными стандартами. И в заключении, что мне хотелось бы сказать, что для рака шейки матки нет эффективных методов лечения. Основной метод во всем мире для снижения смертности от рака шейки матки это скрининг, ВПЧ-тестирование и вакцинация. И вирусная сортировка АТП и железа степителя значительно повысит прогностическую способность для выявления поражений шейки матки. А в отношении групп пациентов с риском развития рака эндометрия и отрицательным ВПЧ необходимо все-таки проведение скрининга, так как чаще всего только во время просмотра цитологического исследования удается обнаружить рак эндометрия. Спасибо за внимание. Большое спасибо Ольге Владимировне, коллеги. Есть ли у кого-то вопросы к докладчику? Будьте добры, кто-нибудь микрофон. Скажите, пожалуйста, вот среди тех пациентов, которых вы представили с AGC, вы проанализировали, сколько было AGC нос и AGC фаворного пластика? Да, у меня есть таблица под графиком. Есть же разница. Вот я как-то не отметила для себя, я внимательно слушала. А мне слайды, можешь, назад прокрутить? Я тогда разберу этот слайд. Там у меня график, когда указаны столбиками как раз AGC, AGC фэн, AGC нос и AGC сочетание с H сил. Я просто не стала на этом останавливаться. Это анализ того, как часто встретилось злокачественное новообразование. Там, да, это всё в Excel, всё я выводила, всё подсчитывала, каждый случай. Ну, какой процент, скажите, злокачественных новообразований эндометрии цервикального канала были выявлены в результате, когда исследование НОС, AGC нос, сколько было там злокачественных опухолей в процентах? И какой процент был при фаворно-пластик? ФФН? Ну, я так вот конкретно эти проценты не считала. Ну, как разница какая-то есть в чистоте обнаружения? Самое-то главное из всего этого не трубная метаплазия выявлена. Нет. А вы злокачественные опухоли, с вами время их пролечить. Это самая главная проблема, которая бывает при железистых поражениях. При этом очень трудно, и цитологи в градациях затрудняются. И мы не понимаем, когда нам что, как делать. Мы делаем, как правило, эконизацию, потому что там мы аденокарциному инситу и даже инвазивную аденокарциному микроинвазивную обнаруживаем. И риски рецидивов у них составляют 30% в отличие от плоскоклеточных поражений. И может быть скрытый инвазивный рак и эндометрия, и глубоко инвазивный рак цервикального канала. Все с теми же клетками. Вот какой процент у вас был? Это очень важный момент. Чтобы нам цитологи давали градацию. Не просто ЭДЖИСИ, а какая? А на экран-то можно вывести снова? А вот там у вас нет презентации? Нет. Вот я сейчас поставила конкретно ЭДЖИСИ, который у меня разделен на группы. ЭДЖИСИ, ЭДЖИСИНОС, ЭДЖИСИФН, ЭДЖИСИ сочетание с ЭДЖИСИЛ. Внизу таблицы Excel, это в количественном отношении. Единственное, что я не сделала... Я, конечно, не увижу этих. Просто какая разница? Вы должны это главное... Я просто для этого слайда конкретно не делала диаграмму в процентном соотношении. Я вас не только не обличаю, не укоряю. Я просто обращаю ваше внимание на то, что это самая важная позиция, которую вы должны в своем докладе для нас представить. У меня есть слайд, который разбит по моим... На самом деле, выявление цитологами и процент потом подтверждения гистологии, это разные проценты, так как потом... Нужно, чтобы обязательно было соотношение предполагаемого вашего диагноза и какой процент из этого вышел из истинных поражений. Вот это главный критерий эффективности вашего выявления железистых аномальных клеток. Простите. Вот об этом я и спрашиваю. Принос и припофор неопластик. Какой процент? И была ли это статистически значимая разница? Стоит ли выделять? И как-то разрабатывать тактику для того или другого варианта, как алгоритмы ведения могут оказаться разные? Да, это обязательно надо выделять. Это в разные группы. Я хочу, если можно, дополнить чуточку. Вот в контексте сверки с гистологией. Ну, безусловно, они есть относительно сверки с гистологией. Когда работаешь с гистологами дверь в дверь, совсем по-другому воспринимаются все категории цитологические и неопределённые, определённые. Касательно железистых поражений, гистологам очень сложно с ними. Их очень мало. У гистологов очень критериально. Далеко не все владеют тем, как нужно оценивать аденокарциномы инситу. Иногда бывают случаи, когда мы цитологически видим какую-то атипию и идём и просим сделать П-16, например, на образце. И только тогда визуализируется более надёжно эндоцеррикальная аденокарцинома инситу. И далеко не все... Ну, то есть референсный метод, он... Да, золотой стандарт, но золотой стандарт золотому стандарту рознь, к сожалению. И мы при пересмотре... У нас недавно был консультативный случай, когда доктор из Башкирии, цитолог, заплатила сама за пересмотр у пациентки стёкол, потому что она была абсолютно уверена, что там есть аденокарцинома, а гистологи её снимали. Понимаете? И мы подтверждаем на традиционных стёклах, мы подтверждаем на жидкостных стёклах, мы подтверждаем с помощью иммуноцитахимы, потому что там была в ПЧ ассоциированная эндоцеррикальная аденокарцинома. И наши гистологи, перерезав стёкла и сделав П-16, подтверждают на тех же самых стёклах, на том же самом блоке, подтверждают эндоцеррикальную аденокарциному инситу. И получается, что мы, к сожалению, заложники вот этой ситуации, цитологи, и это влияет очень сильно на нашу уверенность в том, какие результаты мы выдаём. Это очень сильно психологически давит, и далеко не все готовы идти к гистологам и спрашивать, и не у всех хватит пороху для того, чтобы спорить с гистологами. А иногда это очень нужно. Ещё хочу дополнить, что вот как такую чёткую, прям чёткий процент вот такой, я не смогу вам даже вот при всём моём желании дать, потому что, во-первых, часть патологии AGC просто уходит в другие учреждения, они там обследуются, у них свои, получается, кабинеты патологии шейки и матки, у них свои ПАО, и там у них результаты. У нас нет связи с теми подбюро и с теми гинекологами. Мы только, вот я данные привожу только, которые поступили женщины в наш онкодиспансер, которые мы нашли из всей массы. Вот их всего было 22 случая. Вот это главная проблема, которую вы сейчас поняли в связи с тем, что нет централизованной системы, электронной базы, в которой сводятся и результаты, и чтобы туда была отчётность онкологических диспансеров по каждому конкретному поводу, так чтобы эти диспансеры имели ответственного человека, который должен заносить поступивших туда больных, обнаруженных по цитологическому скринингу. Каков результат гистологического исследования выполнило хотя бы по стандарту, который представлен в последних клинических, единственных, кстати, клинических рекомендациях. И это, вот главная проблема, это вообще должен быть общегосударственный такой регистр, в который каждая область будет иметь свой формат, какой, возможно, скрининг может быть принят, согласно тем дотациям, которые даёт руководитель региона. И для того, чтобы там, в этом главном регистре, была бы отчётность онкологов о том, каковы результаты обследования этой пациентки, кончая гистологическим диагнозом. И это очень серьёзная проблема, потому что аденокарциномы редко встречаются, трудно трактуется. И вот по своему опыту могу сказать, что среди тех аденокарцином 5 на 880 пациентов, которые я вот взяла в исследование, всего их 5 было. Все остальные были ЦИН-2, в основном ЦИН-3 рак инситу и микроинвазивный рак, который был обнаружен по результатам конизации. Данные – это 4%. 5-3 дали прогрессирование, в отличие от неоплазии и даже микроинвазивного рака, которые в большинстве были 1 на 1 стадия без лимфоваскулярной инвазии, и для них оказалась достаточная конизация. А вот железистые поражения из 5-3 дали прогрессирование, которые нам так удалось диагностировать далеко не сразу, пока вся шейка не была пропитана с началом даже выхода в параметры. Да, поэтому вот простите, что я просто хочу отметить важность вашего доклада, что это поднимается такое количество серьезных проблем в результате, потому что судьба этих женщин все равно неповторима. Если они все равно бывают утрачены уже после того, как вы их выявили, это, конечно, недопустимо, и нужно поднимать вопрос о создании централизованного регистра. Спасибо. Спасибо.